так еще раз всем привет дорогие мои что то с телефоном случилось все звонят все три звонят немножко выход опоздал на 9 минут простите потому что готовлю вам невероятную бомбу готовлю готовлю альбом новый который выйдет в конце лета в начале осени песни все новые все как мы любим про женскую долю судьбинушку поэтому вот прибежала и выхожу прямой эфир моя гостья нас уже ждет сейчас мы будем ее присоединять и я хочу вам представить это прекрасная девушка журналистка умнейшая красивейшая острейшая олеся бацман у меня в гостях и сейчас я буду ее присоединять к эфиру так олеся давай запрос вот она чем когда у нас все получается как-то они быстрее научились все это дело делать и заходить в эфир олесечка олечка привет привет моя дорогая так я сейчас поставлю телефон я тут спряталась на канале сижу переговоры пожалуйста сразу первый же вопрос вот скажи как ты думаешь вот коронавирус то растет показатели растут а мы все пошли на работу пошли на канал и приехали домой ходим на студии пишемся то есть получается что эти два месяца мы просто так сидели дома или как ты понимаешь какая история с одной стороны да мы пошли на карантин тогда когда день условных 10 было заболевших украины а сейчас когда 300 400 каждый день новых мы вышли из этого карантина и будем там уже под своим делом но да а ты понимаешь если бы мы этого не сделали как страна вот эта свечка одномоментно заболевших была бы такой высокой что никакая система медицинская не справилась бы с таким количеством людей в реанимацию понимаешь а сейчас а сейчас я сейчас говорю и тогда стал бы вопрос о том как в италии было когда эти медсестры врачи давали интервью рассказывали что они выбирали им лично приходилось выбирать кого оставлять жить и подключать его а кого нет понимаешь слабее или сильнее поэтому мы этого на тот момент избежали на сейчас с точки зрения медицинской давай я не буду тебе говорить потому полете да я не доктор будет знаешь это будет непрофессионально а с точки зрения политической улетелю скажу что а у меня был звонок ссоре кто-то пробивается очень сильно а с точки зрения политической экономической понимаешь если мы как страна еще немножко посидим на карантине то это может привести к тому что у нас просто начнутся голодные бунты потому что людям реально нечего кушать не за что жить и людям нужно работать понимаешь мы не можем как америка позволить себе напечатать включить станок и напечатать 2 триллиона долларов и тут и видишь что сейчас в америке происходит когда курсат магазины это все тоже нет хорошей жизни потому что это последствия карантина даже с точки зрения психологии потому что в америке где статистика нормально работает после двух недель карантина на 50 процентов выросла домашнее насилие ты понимаешь а у нас конечно также как же эти женщин выдержать дома уже не но это ха-ха-хи-хи в принципе да но но проблема-то огромная а представь себе у нас где однокомнатные двухкомнатные квартиры где все у друг друга на голове где раньше муж женой были слегка знакомы потому что утром ушел вечером пришел на выходных пару слов перебросился а сейчас дети на голове и все остальное и у нас по статистике все нормально у нас как бы ничего не выросло почему потому что мы не знаем даже куда обращаться то есть у нас же нет такого нас культуры нет чтобы позвонить на какую-то службу доверия чтобы тебе реально помогли нет таких примеров когда кого-то забрали и оградили от какого-то этого мужа тирана который пьет который пьет и так далее так далее и вот этот карантин он же порождает кучу ну смотри сумасшедших с обострениями становится больше и ты наверное наблюдаешь это вот среди своих знакомых каких-то да или там знакомых знакомых потому что ну классическая история осень весна всегда обострение у тех у кого проблемы хронически надо как-то что-то а представь себе как на это все повлиял еще карантин со всеми проблемами да и к чему это сейчас привело а учитывая что у нас эти диспансеры все в непонятном положении психбольницы закрывают ну хорошо сейчас же все вы сейчас же все вырастет то есть и проблема та которую мы хотели избежать мы ее наверное не избежим ты имеешь ввиду по коронавирусу ну по коронавирусу конечно ну смотри нашими союзниками здесь могут стать время года и погода стихами уже заговорила но пока погода не спешит становиться нашим союзником да 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 в принципе если бы сейчас восстановилась жаркая погода если бы хорошо так потеплела все это прогрелась то она бы ну вот даже с помощью с помощью того что ультрафиолет она бы по чуть-чуть сходила все на нет все же говорят в мире тоже что вторая волна осень-зима то есть вот все страны которые сейчас открываются в том числе курортные испании италия да и так далее они на лето почему хотят открыться потому что они понимают что солнце им поможет понимаешь ли в любом и в жаркую погоду вот сейчас уже безопасно на улице находиться надо достаточно близком расстоянии быть на пляже выходить и так далее и так далее поэтому в этом смысле но вот если погода нам поможет сейчас если 1 июня я конечно не помню такого аномального 1 июня помнишь чтобы 1 июня я лично в пуховике сегодня выезжала да холодно ужасная погода олесечка олесечка давай я с тобой начну потому что насколько я понимаю для журналиста ты у нас один наверное из самых громких журналистов стране что главное одна из главных задач журналистов это четко понимать какие темы сегодня на поездке дня что что волнует общество олеся что сегодня волнует общество больше всего оль ты знаешь вот я хочу тебе сказать что ты ты полноценный журналист и для того чтобы быть журналистом абсолютно не обязательно получать журналистское образование и масса примеров тому как самые успешные самые известные журналистов не заканчивали университета или даже курсов журналистов понимаешь не заканчивали например савин шустер медицинское образование например дмитрий гордон небезызвестный нам с тобой строительный институт понимаешь то есть журналистика и журналист это человек который должен иметь базовое хорошее высшее образование и при этом быть настолько неравнодушным настолько интересующимся чтобы ну вот если это интервьюет то чтобы разговорить человека чтобы посмотреть ему в глаза и человек который с тобой разговаривает увидел там интерес понимаешь чтобы ему захотелось отвечать и раскрыться поэтому вот для этого не обязательно следить за повесткой за тем что происходит и чтобы там только актуальны какие-то вопросы задавать вот эти готовы журналист с тобой интересно говорить на любые темы и ты раскрываешься и ты вообще раскалываешь но я смотрела твои эфиры с разными известными людьми ты раскалываешь как журналист как следователь как как подружка как угодно но у тебя люди говорят понимаешь они с тобой дышат им нравится то что касается моей работы как главного редактора это это да это немножко другое потому что здесь вот наш сайт гордон он конечно же должен быть актуальным он должен быть первым то есть новости в интернете а вот если на две минуты выдал раньше чем другие считай ты уже молодец потому что ты уже наверху гугла я проиндексировал уже тебя просмотрели ты уже получил посещаемость понимаешь ты уже наверху достоверность информации опять же интересно интервью эксклюзивы то есть ты должен быть интересен чтобы не просто где-то перепечатать первым что-то дать а ты должен быть источником информации чтобы тебя процитировали понимаешь чтобы твои журналисты взяли интервью какие-то комментарии у тех кто интересен чтобы ты дал какие-то инсайды то что будет даже понимаешь предвосхищая события и очень важно не просто идти за той повесткой дня которую нам навязывают в том числе политики которым выгодно условно говоря вот не выгодно кому-то говорить о каком-то уголовном деле которое у него там и он тут же придумывает какую-то громкую историю чтобы просто отвести отвлечь внимание на негодный объект и все мы такие знаешь как эти хоп 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 знаешь как это стадо слонов побежали туда а главная тема осталась без какая сегодня главная тема олеся что от чего сегодня трясет общество есть же их несколько правда коль ты знаешь мне кажется что если по большому счету брать украинское общество уже не от какой информации не может так трясти чтобы она эту информацию обсуждала дольше чем два-три дня знаешь какая особенность вот нашего информационного поля я тебе скажу любой скандал любая какая-то там заваруха любой там зашквар чей-то вот казалось бы если бы это было раньше условно когда была эпоха телевидения газет это показали по первому каналу ну все человек может быть раздавлен карьера сломана все там считай закончена условно то сейчас это все лишь способ напомнить о себе и о своей фамилии почему потому что информация любая тема не живет дольше чем два-три дня вот и сама заметь ты поймешь о чем я говорю то есть сначала это как возникает сначала первая реакция на 100 вот такой громкой например картины и порошенко с музеем гончара или на пленке с байденом или пресс-конференция зеленского ну что угодно вот первая реакция это все в соцсетях начинают сначала там а какие-то возмущенные после там критика оскорбления пошли ну в зависимости следующая это первая волна то есть оно прошло по соцсетям об этом написали сайты следующая волна далее все на телевидении сюжеты прошли там какие-то новостные и новая волна это уже тогда это превращается в шутки вот обязательно заметь любая громкая история она на своем взлете всегда уходит в мемы и ты прям ну вот знаешь у нас что это очерстрела общество скажи мне почему нет передоз информации такой такое количество информации сегодня человека окружает с утюга с холодильника просто она льется вот так вот отовсюду на человека что человек становится не чувствительным он не может только в себя впитывать если он этим и занимается профессионально вот я как человек который 24 часа в сутки в новостях то есть у меня есть профдеформация да с точки зрения того что это моя профессия но если человек еще живет какой-то своей отдельной жизнью у него своя работа у него свои потребности у него проблемы свои семья да он не может такое количество информации осознать разложить по полочкам проанализировать сделать выводы потому что это все постоянно забивается другой информации к чему это приводит на самом деле а с точки зрения вот политической нехорошие выводы знаешь почему потому что вот предвыборная компания нам все политики золотые горы да и это и то и все и причем вот на следующий день сразу после выборов и из-за того что такое количество информации которая забивает друг друга мы не помним блин что они говорили что они обещали чтобы с них спросить дожить до следующих выборов и когда наступают следующие выборы просто хотя бы за них не голосовать потому что они уже один раз тебя обманули а сейчас в принципе учитывая что у нас есть google под рукой но сейчас же не нужно поднимать эти библиотеку поднимать поднимать подшипки газет и да 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 что там кто обещал и кто чего не выполнил сейчас можно погуглить но даже этого мы как общество вот как избиратели не делаем а тебе не кажется что тебе не кажется что украинский народ да и вообще не только украинский а устал от политики вот полностью устал если я просто тебе вот скажу о себе я была очень вовлечена вот когда вот эти все были события там четырнадцатый пятнадцатый шестнадцатый год я интересовалась мое утро начиналось того что я заходила в новости и читала шо там творится шо там где там меня это интересовало сегодня у меня совсем это больше не интересует и не потому что у меня появились какие-то другие интересы меня я устала я понимаю что люди точно так же перестали этими интересоваться и мне кажется что в этом доле есть и позитива потому что люди фокусируются на собственных проблемах то как и должно быть мы не должны жить значит интересами общества интересами страны мы должны жить своими интересами и мне кажется в этом даже какой-то есть позитивно честно говоря задолбала эта политика как ты еще не сошла с ума работая там профессионально я не знаю тебе не хочется сказать да пошли мы вон у меня трое детей муж дайте покоя ты знаешь я последнее время расслабляюсь тем что просто хочется включить какие-то абсолютно бессмысленные тупые комедии и немножко отдохнуть от вот этой всей интенсивной мозговой деятельности ну что просто хочется расслабиться или зависаю на мультиках вместе со своими дочками понимаешь ну тебе не кажется что весь народ устал все устали надоело смотри кажется это нормальный процесс почему потому что даже если вот брать статистику у нас на сайте раньше новости какие-то политические связаны там с войной с путиным ну в общем все таки пугающие они набирали больше всего просмотров сейчас все чаще но это вот где-то пару лет да как началась война а сейчас все чаще читают шоу-бизнес личную жизнь и то есть люди хотят во первых замещения проблем своих проблем какими-то светскими историями знаешь ну ты серии на лавочке семечками судить а шо а он она да ты шо вот эти вот да темы такая любовница любовник там много кто родил и так далее плюс просто хочется какого-то позитива конечно же хочется позитива потому что его крайне мало причем ты видишь у нас такая история ну как бы до смешного вот казалось украина шесть лет живет в войне ну что раз быть уже войны то есть когда люди гибнут то есть это самая страшная история экономика в жопе давай так говорить да причем она все падает 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 мы не понимаем как отсюда выбраться и кажется что вот ну это черная полоса украины и тут приходит коронавирус ужас что это за разговор со вселенной скажи пожалуйста и что не такая она уже черная была же это оказывается серенькая а черная еще впереди понимаешь поэтому я тебе скажу что украина смысле за политизированности и интереса к политическим новостям это очень не стартная страна потому что если брать опросы даже вот среди американцев среди статистически если боюсь ошибиться но там имя президента не все знают имя госсекретаря и вот а у нас звездами много лет были политики катя осачья бегала с микрофоном за всякими порошенками красненками какими-то еще там куча то есть а у звезд не звезды были как-то где-то там в сторонке какие-то нищеброды вонючие знаешь а а политики поскольку они богатые они знаменитые и они да и мы знали кто у нас там мэр кто у нас и и и мне кажется все таки да у нас очень политизированное общество было но сейчас это как-то мне кажется надоело как ты думаешь будет у нас также как за границей чтобы мы не всегда знали даже кто там сидит у нас в том правительстве но смотри пока у нас шансов на это нет потому что звезды шоу-бизнеса у нас теперь стали главными политиками то есть уже легально да и не так как раньше было условный там олег валерьевич лишко который как шоумен действовал фантастически или юля владимировна тимошенко которая ну действует и и говорит и взаимодействует на любых ток-шоу просто ну как прекрасная такая знаешь артистка которой веришь артистка до фантастическая знаешь то есть это же надо уметь это все я тебе скажу что на сегодняшний день конечно же наша политика наш шоу-бизнес но они как две стороны одной медали то есть это такая одно целое но из-за того что вот после начала войны после начала разрыва отношений любых с россией после того как ваш шоу-бизнесовый рынок закрылся от российского и здесь началась национальная история воспитания своих звезд вы как звезды реально стали затмевать политиков я не знаю ты это заметила или не конечно вот за это время выросла такое количество звезд в украине самопытных крутых причем мирового уровня судя по тем шоу вот как такие делаешь ты это же шоу мирового уровня понимаешь причем она не вторичная ты не у кого-то это тыришь а ты сама придумываешь ребята твои украинские твои режиссер да но придумают те шоу которые делает дима манадзи они не вторичны и они мирового уровня я тебе скажу что вот после этого можно говорить о том что наша политика она затмевается шоу бизнесовыми героями но это было до того как владимир александрович стал президентом потому что как я тебе еще рассказала это уже как бы здесь легальный произошел переход да вот такой бизнеса пришел и возглавил страну если на фоне этого говорить вот и сравнивать с тем что произошло с российским шоу бизнесом потому что я периодически включаю их каналы смотрю что у них ну вот какие то знаешь когда какие-то мероприятия там датские огоньки или там сборные концерты снимают но нашу бизнес круче то есть нашу бизнес круче но ситуация с коронавирусом очень сильно его подкосит понимаешь очень сильно конечно же смотри если если россияне начнут вкладывать шоу-бизнес я имею ввиду государство даты какие даст им какие-то преференции дотации и так далее то да они проскочат нормально но пока я этого не вижу там нефтедоллар тоже ты видишь закончились то есть они по нефти рубли у нас ждать что что-то даст государство я про нас я про нас говорю не про россию нам как не помогали никак так нам и не помогут никак знаешь на самом деле когда мне кто-то пишет о том что я там была у савика шустера на прямом эфире и говорила о том что просто тысячи людей потеряют профессию им придется я на такой хейт наразилась понимаешь то есть люди начали писать о том что самая бедная тут откликнулась я за себя не прошу я выгребу у меня всегда будут корпоративы у меня есть youtube канал у меня есть instagram канал который мне приносит я выкручусь но все эти люди которые делали эту красивую картинку делали эти мировые шоу делали этот кайф они к сожалению не смогут выжить в сегодняшних реалиях потому что весь вот этот вот шоу как шоу программный да сектор это фестивали это театральные фестивали то что связано с массовым скоплением народа это еще очень не скоро войдет нашу обыденную жизнь и конечно же все эти люди они очень сильно будут стеснены и будут менять профессии и когда все закончится и более менее выровняется не факт что они туда вернуться понимаешь о чем я говорю мы просто потеряем нас так откинуло назад что я просто если честно в шоке от того как это все будет происходить скажи мне пожалуйста вот ты знаешь про эти ужасные события к горлыке да о том что двое полицейских насиловали женщину одевали и на голову противогаз стреляли над головой из пистолета насиловали все такое ну чудовищно чудовищно но смотри получается что вот об этом никто не говорит из известных людей понимаешь если допустим убили чернокожего в америке об этом написали все сказали об этом все то есть а у нас что он может как как публичный человек может вообще влиять на вот такие вот процессы потому что ты же понимаешь что это она заявила если они это делали скольких они измордовали а женщины оделись прослакались и пошли домой но смотри это то с чего мы начинали в принципе это же все звенья одной цепи подшую с точки зрения вообще защищенности гражданина в стране в семье в социуме и так далее это наше извечное преступление и наказание работает или нет давай вот разбирать по полочкам то что ты сказала по америке да там сейчас мы видим как восстали за этого парня которого полицейские при задержании и превысили там да меры какие-то и он в итоге скончался но есть ряд сигналов о том что там тоже вот учитывая масштаб протестов которые происходят там когда они пошли крушить магазины предприятия по всем штатам это все вспыхнуло до белого дома дошли там есть сигналы о том что америка же ведь тоже на пороге выборов президентских находится и один из вариантов того почему так массово это происходит это то что сегодняшние оппоненты президента трампа то есть демократы включились политически в эту историю и и тоже нет ни чуждо то что у нас политика рулит там тоже политика может рулить поэтому мы не знаем чистоту эксперимента с точки зрения того насколько это все стихийно насколько это все социумы насколько это не не подливали масло в огонь политики чем это закончится то что касается ситуации этой жуткой совершенно в когаруке что для меня важно было многие сразу начали сравнивать с в радиевкой помнишь там тоже жуткая абсолютно история была тогда когда был министром внутренних дел захарченко я бы не сравнивала собрать я объясню почему потому что очень важно то что в этот раз вот я тебе скажу как у нас да здание как новостник первым от кого мы узнали о том что эта история приключилась как ты думаешь кого вот кто нам сообщил я не знаю пресс-служба они не стали скрывать они первые кто сми далее эту информацию о том что эти все они не попытались замять как они это заминали всегда но я надеюсь потому что процесс идет и имеешь ввиду реформа мвд и структура тоже реформируется и какие-то изменения происходят то есть я надеюсь что из-за этого ну потому что у меня нет там причин думать по другому например поэтому я считаю что это уже хорошо то есть ты считаешь что эта реформа она не провалилась или она провалилась слушай а ну так нельзя сказать провалилась или или не провалилась какие-то направления вот если мы сейчас берем именно полицейскую реформу мвд нацполиция гаи так называемые да которые были да они они я считаю провалились почему потому что того результата которые ожидали на которые рассчитывали сами политики мы не достигли ты же помнишь как все начиналось когда в впервые выехали на улице красивая новая патрульная машина конечно и ты ехал реально я чувствую себя в безопасности когда ты едешь в любое время причем дня и ночи и везде ты видишь эти синие огонь что с ними случилось где они делись а я тебе скажу эти машины повально поразбивали то есть их разбили ну вот какие-то кто-то куда-то вскочил кто-то в аварию вот я серьезно тебе говорю очень многие машины просто пострадали что-то отремонтировали что-то нет сейчас ты на улицах видишь вот чтобы также потрубировали на ничего я ничего я этого не вижу я не вижу понимаешь поэтому но для меня но я должна увидеть реформу чтобы сказать что она состоялась то что касается реформы я сейчас не буду говорить только в принципе реформы в разных направлениях в государственных институтах а я считаю пока закон иллюстрации не отменен дело не будет толку не будет потому что огромное количество реальных профессионалов которые не имели никакого отношения лично к януковичу понимаешь не принимали никакого участия в его политических то есть я считаю что это из-за того что уволили профессионалов и профессионалов и взяли бог знает кого ну в том числе конечно ну а как ну чтобы что то делать нужно знать как делать зачем делать куда мы идем почему нужно а почему бы нам не привлекать западных специалистов это прекрасно привлекать западных специалистов но ты же видишь что наши западные специалисты привлеченные ну парошетисты как их еще называют они специалисты специалисту рози ты помнишь на железной дороге у нас было из польши например специалист который, кстати, из вашего цеха шоу-бизнесового пришел. И ты на реформированной железной дороге давно ездила в поездах? Скажи, пожалуйста. Я ничего вообще об этом не знаю, если честно. Кто этот человек и когда он начал работать? Или он уже закончил? Он уже начал, он уже и закончил. Я так понимаю, что он успешно продолжает кончить свою карьеру рок-певца дальше. Я не помню, как его звали, но я думала, просто ты знаешь, потому что Зибров с ним клип записывал, если я не ошибаюсь. Я не могу быть в курсе. Да, но, наверное, этим он и отличился. Я тебе к чему говорю? Вот пример привлечения западного специалиста. Часто свои, но обученные, профессиональные, те, которые понимают специфику, менталитет и вообще, ну, не хотят уехать, заработать и уехать, а хотят жить, и хотят, чтобы дети делают так для себя. Они лучше, чем те, привлеченные из Запада, которые просто, как это, знаешь, приходите нами править, княжить и дальше. Результат такой. У нас железная дорога как была, вонючая, с мокрыми, грязными простынями, с этим чаем за все деньги мира, которые жуткие, с хамством, с туалетами вонючими, извини, пожалуйста. Все, ну все, ну ничего же мы не реформировали, гиперлуп мы не построили. Ну хорошо, а должны были после этой ужасной истории уволить всех из МВД, включая Авакова? Как ты считаешь? Так это не МВД, это железная дорога. Да подожди, я тебе прокагарлык. Послушай, ну смотри, если подходить с точки зрения того, что после каждой, ну какой-то резонансной истории должны увольнять министра, в министерстве, к которому эта история относится, то я тебе скажу, что у нас в министре на разных министерствах меняли... Работали бы по два дня. Вот я хотела сказать раз в две недели, но в принципе, да, решила даже чаще. То есть, если, смотри, если правильная будет реакция, если правильные будут выводы, если люди реально понесут наказание, те, которые имеют отношение к ответственности и виноваты, тогда министра увольнять не нужно. Наоборот, он должен быть гарантом того, что внутри, внизу система будет работать. Понимаешь? То есть, в этом смысле, если все выводы будут правильные, и мы увидим результат, что вот реально люди сидят в тюрьме, не просто там, ну из серии сейчас дело у вас, кого-то отстранили, там на перестестацию отправили, а условно говоря, через три месяца мы вернемся к этому вопросу, и мы увидим, что реально вот эти за решеткой и у них вот эти сроки, реально, нет, конечно. Наоборот, когда мы говорим о том, что министр работает, понимаешь? Это, я сейчас, это мы просто пример с тобой взяли, а в принципе в каждом министерстве так, если глава реагирует адекватно к какой-то проблеме, то не надо его увольнять, наоборот, нужно дальше, чтобы он работал, понимаешь, и продолжал работать. Олесечка, кто лучший журналист, ты или Дима Гордон? Дима Гордон. Почему? Ну, слушай, я тебе скажу, что, ну сейчас вот безотносительно того, что он мой муж, и там я его вот из-за семейных уз и связей буду хвалить, я сейчас, давай вот я скажу с точки зрения просто профессионального гамбургского счёта. Я когда училась на журналистике в университете, я по его интервью готовилась к каким-то своим интервью, ну вот кто из людей, если совпадали какие-то герои, я знала, что если я прочитаю интервью Гордона, мне в принципе даже не надо больше гуглить ничего, ни в какую-нибудь Википедию, ни в другие какие-то, смотреть интервью, потому что он настолько раскрывает личность со всех сторон, и личность рассказывает о каких-то самых вот минимальных, знаешь, оттенках, которые могут быть интересны, что вот всё, знаешь, книга написана. А что ты скажешь о том, что он вот, вот Дима, вот он не задаёт реально острых вопросов, он как бы своего героя всегда любит, он его любит, он его хвалит, он его облизывает, расслабляет, вот, ну это правильно на самом деле, это, я тоже, кстати, у него, когда я у себя веду свои эфиры, я тоже, помнишь, как он меня венцом раскатал на интервью, сколько со мной, что я не знаю, так вот, он реально острых вопросов всё-таки, он не задаёт, он так вот, вот так, как ты на это, вот что ты скажешь? У каждого к результату своя дорога, у него этот метод, который реально работает, понимаешь? Работает, да. Он его выбрал, этот метод комфортен для него, он ему нравится, и мы видим результат, то есть мы видим то, что уровень откровенности, который присутствует в его интервью, то есть это же, ну слушай, у него галерея из тысячи портретов, то есть он за свою жизнь профессиональную сделал тысячу интервью, причём это люди не проходниковые, а это люди, которые составляли и составляют, ну, вообще сливки, в разных областях, вот, и бывшего Советского Союза, и Украины, понятно, но это их политики, это президенты, это самые выдающиеся спортсмены, это самые выдающиеся артисты, режиссёры, журналисты и так далее. Их оказывается так много, наши журналисты часто плачут, ой, не у кого взять интервью, посмотрите, а у Димы их тысяча, оказывается они есть? Ты знаешь, и да, и нет. Если работать в режиме, там, два интервью в неделю даже, я уже не говорю о каждом дне, потому что плачут в основном такие журналисты, те, которые вынуждены в прямом эфире работать каждый день и вести ток-шоу или актерские форматы. Ну, ты представь себе, каждый день, вот ты сейчас, например, интервью делаешь, ну, вот ты поделаешь ещё там, например, месяц, два, три, а дальше ты начнёшь идти по второму кругу, потому что брать какую-то мелочь неинтересную тебе не захочется, понимаешь, потому что личностей, с которыми интересно и поговорить, и ты рейтинг получаешь, их на самом деле действительно не так много. И сегодня спасибо большое скайпу, зуму, вот там, инстаграму, что можно связываться с другими странами, в том числе и с Америкой, и с Францией, и с Россией, куда угодно, да, и делать с человеком полноценные, классные беседы, потому что, ну, вот, из позитивного, что можно сказать о коронавирусе, до коронавируса на скайп гости такого, ну, масштаба, знаешь, такого, такого, не соглашались, да, они шли достаточно тяжело, потому что, ну, вот, эта тема глаза в глаза, физический контакт, присутствие, когда ты видишь человека, когда ты ловишь дыхание, да, оно работает, но люди привыкли к этому, и на большие беседы они хотели лично встречаться, то сейчас, когда наступил коронавирус, все вынужденно перешли в онлайн, и скайп беседы и открыли, и открыли для себя онлайн, потому что, я тебе скажу честно, что даже по учебе, вот у меня Маша закончила сейчас музыкальную школу, она никогда так не играла, как она играла эти два месяца, потому что с учительницей могла спокойно, не надо было тратить на дорогу время, она могла ей дать не час, а могла ей дать три, потому что она сэкономила время на дорогу там, 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 и она по три, по четыре часа в день, и мы сдали экстерном два класса, поэтому я считаю, что коронавирус принес нам онлайн счастье, в смысле с этим онлайном, потому что мы учиться можем по онлайну, мы можем интервью делать какие-то, единственное, что нельзя как-то пока делать концерты, но я думаю об этом точно, чтобы вот это тоже монетизировалось, потому что бесплатные концерты, это, конечно, блок. Оля, ну что тебе думать, смотри, есть эти вебинар-платформы, когда, чтобы подключиться, нужно заплатить денежку, причем они очень массовые, там и по тысяче человек можно, и по две, ну зависимо, и десять тысяч даже. мне надо тридцать пять, ты что, я после Львова хочу только тридцать пять. Слушай, тогда нужно отдать тихнорям, они докрутят, и на тридцать пять тоже, ну и все, и делай себе плавные концерты. В принципе, за этим, наверное, будущее. Будущее, однозначно. Мне кажется, что вообще люди будут немножечко зарываться в свою ракушку потихоньку. Мне это не нравится. Не нравится? Я от этого устала, я тебе объясню, почему. Моя работа, вот работа редакции Гордон, она изначально устроена как виртуальная платформа, то есть я же придумала сайт, и мы сразу, все вот наши журналисты, они находятся не просто в разных там по квартирам, а они находятся в разных городах, даже в разных странах. И мы все сидим, у нас виртуальные кабинеты, мы созваниваемся, мы общаемся, у нас есть специальные программы, то есть каждый знает, что он делает, какой у него уровень задачи, ответственность его полностью, да? Но когда ты находишься в таком состоянии, в таком режиме работы, то есть ты привыкаешь, по сути, мы, знаешь, как страна начала карантинить сейчас, а мы на карантине или еще раньше предвосхитили, но у тебя должно оставаться время и пространство для того, чтобы оффлайн встречаться делать какие-то другие активности, ну, условно, даже встречи с друзьями, там, переговоры, еще что-то, еще что-то, чтобы выходить из этого, ну, вот, постоянного экрана, потому что это уже тяжело, знаешь, вот этого мне очень не хватает на карантине, но это достаточно, достаточно, так, знаешь, я понимаю, что это тяжело, а тем людям, которые вообще никогда не сталкивались с тем, что из дому нужно работать и вот так свою жизнь организовывать, я представляю, какой вообще это был стресс, ну, для многих... Ну, все меняется, люди потихонечку перестроятся за этим будущее, да, я все-таки тебя еще про Диму спрошу, скажи, пожалуйста, интервью с Гиркиным и Поклонской, вообще, вот, когда возникла эта идея у Димы? У вас дома были разговоры по этому поводу? Ты его, может, отговаривала его? Ты ему говорила вообще, как, ну, что, ты нарвешься на хейт, серьезный хейт. Олечка, когда его останавливал какой-то хейт, скажи, пожалуйста, вся его биография доказывает то, что если он что-то задумал или что-то решил, то он будет делать всегда так, как он считает правильно... Ну, вот скажи, пожалуйста, вот вы, на вас сейчас после этого, во-первых, расскажи, вот как ты вообще относишься к идее этого интервью, это люди, надо было у них брать интервью или не надо, считать ли их рукопожатными или не считать, понимаешь? то есть, я, конечно, для меня абсолютно очевидно, что это нужно было сделать, потому что, а почему, ну, то есть, почему нет? Почему мы не должны услышать, услышать, почему, во-первых, они на свободе, блин, до сих пор ходят? Вот меня вот этот вопрос спущает. Почему этот разговор был у Гордона, а не в СБУ, а не в камере? Скажи, пожалуйста, вот вообще, как ты относишься к этим интервью? Они должны были состояться? Смотри, я считаю абсолютным плюсом то, что они состоялись, причем плюсом для Украины как государства, потому что Украина получила уникальную базу, доказательную, которая будет приобщена, вернее, она не будет, она уже приобщена к уголовным делам, которые... Но почему это делали не в СБУ, а это делал Гордон? Скажи, пожалуйста. Ну вот, давай я тебе расскажу. То есть, уголовные дела, которые идут и в Нидерландах, и в Украине, в украинских судах. То есть, и это уже официально об этом заявила не только Генпрокуратура Украины, не только МВД, не только специальные органы там, в Гаге, в Нидерландах, А об этом сказали, вот, собственно говоря, государство, которое прореагировало, да? Потому что доказательная база, которая была озвучена обоими героями, она уникальная, и там во многом, я сейчас не хочу там, да, перечислять, давайте подробности, она во многом была новостная. То есть, там было впервые что-то сказано, были признания вообще в жуткие убийствах и так далее, и так далее. То есть, это очень важно было. Плюс, очень важно, смотри, вот для журналиста, я считаю, что это абсолютная журналистская удача, потому что Дима показал, в случае с Поклонской, он показал лицо предательства и лицо российской аннексии. вот как это все было в хронологическом порядке. И те, кто смотрел эти интервью, они делали выводы, и они многое поняли. С Гиркиным это вообще энциклопедия российской агрессии, потому что, когда в голове с русским миром продолжают говорить, да русских там нет, вы чего, да у вас на Донбассе гражданская война, где вы видели русских, да покажите. Причем так, знаешь, с агрессивной формой, вот такие же есть. Да. Если они посмотрят интервью с Гиркиным, они не смогут больше так говорить, потому что человек, который, ну, ФСБшник, кадровый офицер, который пришел с другими людьми, с российскими паспортами, который рассказал, как это было, почему это было, как он захватывал украинскую территорию, украинские города. Понимаешь, это же очень важно, потому что одно дело где-то слышать и что-то где-то отрывочками, а другое дело посмотреть интервью, где в подробностях рассказаны какие-то важнейшие вещи, и у тебя просто, знаешь, как пазлы, мозаики складываются. То есть с точки зрения журналистской работы и с точки зрения пользы для государства это абсолютнейшие плюсы. С точки зрения хейта. Да. Ты понимаешь, в чем дело? Я, конечно же, ожидала, и Дима ожидал, что будет реакция и будет разная реакция. Здесь есть несколько причин. И несколько направлений людей, которые отвечали из разума. Первая категория это люди, это политики, это журналисты или там активисты, которые подогревались политическими силами, в том числе бывшей властью, которая боялась, что в этих интервью будут озвучены не только факты о российской агрессии, а и том, как кто-то где-то предавал из той власти и сдавал, что ты понимаешь. Конечно, эта реакция логична была, потому что когда ты говоришь, ребята, так если вы патриоты, если вы за Украину, так посмотрите, есть официальное заявление официальных органов, они говорят о том, что класс, это поможет сегодня Украине в борьбе, в документировании российской агрессии. Так, что же вы не аплодируете? Скажите, Гордон молодец. Или вы чего-то другого боритесь тогда, тогда вы не патриоты, так тогда скажите, чего, и объясните, почему вы против. Понимаешь? То есть, ну, это двойные стандарты, они очень, аргументацию, они легко просто расшиваются. Есть категория людей, которые, ну, такие профессиональные патриоты, профессиональные критиканы, которые, сидя на диване, не сделав ничего самостоятельно, чего-то значимого. Их профессия это обливать грязью тех, кто на верху. Вот все те, кто успешные, кто что-то делает, они всегда приходят, и на этом, собственно говоря, зарабатывают свой хлеб, вот как бы лучше обгадить, знаешь? И вот, ну, на этом держится их аудитория, и в принципе жизнь такая, да, вот вся их профессиональная. Причем, они учат, не знаю, кулинара, как нужно печь торты, потому что, по мнению, кулинар всегда... Но у нас же все политологи, а теперь еще вирусологи. Конечно, артиста, он будет учить, какие тебе песни петь, на каком языке, с какими словами, и какого цвета у тебя костюмы должны быть, чтобы, не дай бог, не какое-то там вражеское сочетание цветов, вражеского флага проскочило, а то, что ты будешь сразу предправлять Россию, понимаешь? Да, 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 да. Цвета выбрала, потому что просто твой дизайнер захотел, и он видит, и это вообще, ну, в мире сочетание там, или флаг Италии. Ну, подожди, Олесь, ну, две секунды, я хочу просто сюда вклиниться, ты мне скажи, ну, вот он, понятно, Гордон, он бесстрашный, он знал, на что он идет, там, и все такое, но ты, человек, у которого трое детей, мама, маленькие дети совсем, вот тебе бывает страшно? Вот просто страшно. Ну, я же знаю, с кем я живу, да, это же не первая наша история, когда, там, в прошлом году была история с угрозами во время предвыборной кампании, которые были с России, шли конкретно, то есть, когда была вообще тоже такая, ну, очень неприятная, я бы сказала, история с Альпой, с охраной, и так далее, то есть, смотри, Дима просто очень, ну, как тебе сказать, сейчас я правильные слова подберу, то есть, смотри, он очень убежденный человек, он... Какой-какой? Он очень убежденный человек, убежденный, и он реально, понимаешь, он реально про идею, профессию, про то, что если мы делаем профессии, мы работаем вот на эту профессию, то мы делаем все по большому счету, у нас нет полутонов, мы должны быть лучшими, понимаешь, и если это так, то это не про страх. Ну да, ну дети, ну с одной стороны, да, ну дети, и ты. Оля, смотри, не работают эти аргументы, я тебе честно скажу, если он что-то решит... Ты не боишься, мы решили, что он супермен, что на нем плащ, и он летит вперед к новостям, ему все равно, но ты, женщина, хранящая эту семью, ты боишься когда-нибудь или нет? Смотри, во мне всегда борются две половины, одна половина, это журналистская моя сущность и натура, потому что, если бы я была из робкого десятка, я бы никогда не пошла в политическую журналистику, я бы выбрала, что-то себе поспокойнее явно, а с другой стороны, это вот мать, трое детей, жена и хранительница очага, которая говорит, слушай, может не надо вот это вот все, а может вот как-то вот это проехали, что-нибудь другое придумаем, более спокойное. Ты это делаешь? Но ты понимаешь, вот когда мы обсуждаем, да, конечно же, конечно мы об этом разговариваем, конечно, от каких-то историй я пытаюсь отговаривать от каких-то совершенно там, ну, знаешь, бесстрашных, да, каких-то идей и так далее, но я тебе скажу, что если вот Дима в чем-то уверен, в том, что это правильно, это правильно, это нужно, это классно, его никто не отговорит, потому что вот он слышит, он слышит мнение вокруг, он взвешивает, он анализирует, но все равно принимает решение, то, которое вот он уже, знаешь, себе внутри там надумал. И я уже знаю абсолютно хорошо его состояние, я знаю, где можно, то есть он не уверен, и ты можешь уговорить и к чему-то, и к чему-то, и к чему-то, а где абсолютно бесполезно уговаривать или приводить какие-то аргументы, поэтому лучше свои силы и свою энергию бросить на то, чтобы правильно вырулить из ситуации и сделать так, чтобы она реально была на пользу. Ну, в этом вы профи. Как вы на ситуацию на пользу, вообще на самом деле я восхищена на самом деле вашей семьей и Димой, и я считаю, что вы большие молодцы, вы смелые люди, и это круто. Это круто. Скажи мне, пожалуйста, о тебе, когда-нибудь... Это взаимная лаверды, потому что у вас семья, семейка еще так. Скажи мне, пожалуйста, ты джинсуху когда-нибудь делала, заказуху? Была у тебя такая? Никогда? А как ты вообще относишься к журналистам, которые делают подобные вещи? Это можно делать? Ну, допустим, чем-то можно это оправдать? Там виллами, виллами на острове, на озере Кома, там, ну, понимаешь, да, о чем я? То есть можно чем-то оправдать, вот, вот, заказные какие-то совершенно истории, которые не являются правдой? Ну, смотри, первое, на виллы, на острове Кома джинсуха явно не заработаешь, а только тупой, беспросветной пропагандой, пропагандой, круглосуточной, потому что мы с тобой понимаем, что мы говорим о Владимире Соловьеве, одном из главных пропагандистов России, который одной рукой всячески топит за русский мир, рассказывает, что Путин лучший президент, и Россия лучшая страна вообще в мире для жизни всего трудового народа, а другой рукой он тут же берет билеты в Италию, на свою виллу, на озере Кома, и где там он еще... Он абсолютно европейский человек, он абсолютно про Европу, он абсолютно про те ценности, и ему Россия чужда, понимаешь? То есть он все это делает, причем видно, как это его разрушает. Просто за бабки. Он видно, как это его разрушает, потому что если ты занимаешься тем, с чем ты не согласен, и ты вынужден, понимаешь, вот, ну, влезать в говно за деньги, то тебя, вот этот яд, в котором ты купаешься, он тебя в итоге самый отравит. Ну, это просто, это закон жизни. Посмотри, как он выглядит, посмотри, как он бухает, он стал... А может, они слепы, или не может быть образованный человек быть полностью слепым? Почему слепой? Он все прекрасно понимает, что он занимается в принципе преступлением против человечества, потому что натравливает один народ на другой. На другой. На повестке дня только Украина. Он же с утра до ночи, его задача рассказывать о том, какие украинцы ущербные, тупые, сволочи, агрессивные, бандеровцы, фашисты и так далее. Понимаешь? Поэтому нет, он прекрасно понимает, что он делает, и за что, и почему он это делает. Московская газета собеседник написала, что он получает за это миллион долларов в месяц. Но, наверное, будем верить Московской газете. Да, такие расценки. То есть он понимает, почему он это делает. Это по поводу озера и вилл. То, что касается джинсухи, джинсухов бывает разное. Там, заказные какие-то статьи, ну, ты это не сведешь, да? Да, 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 да. Заказные статьи, заказные какие-то интервью и так далее, и так далее. То есть все то, что не маркируется, это я вот на зрителе, если кто не знает, не маркируется плашкой какая-то там реклама или пиар или еще что-то, ну, вот такими рекламными плашками. Почему журналисты это делают? Ну, понятно, задействуют. Есть хотят. Других ответов нет. Если бы в Украине был рынок рекламы большой, легальный, с помощью которого можно было бы зарабатывать, наверное, этого было бы меньше, понимаешь? Потому что не у всех журналистов вот хорошо мне сидеть и рассуждать, почему я не занимаюсь джинсой. Потому что у меня есть основатель проекта, да, он же инвестор, Дмитрий Гордов, который позволяет мне заниматься журналистикой в кайф и не влезать ни в какие джинсовые или другие грязные истории. То есть мы свою репутацию бережем и мы делаем ровно то, что интересно, что нужно, что важно с точки зрения журналистских стандартов, журналистской этики. И вот мы, знаешь, я в заповеднике, я всегда говорила, что мне везло в профессии, потому что когда я работала на ток-шоу Салика Шустера, я не сталкивалась с заказными какими-то абсолютно там материалами или гостями или еще чем-то, то есть мы всегда были про журналистику. Все наши совещания были, когда мы подбирали гостей, когда мы обсуждали, почему тот или иной человек должен быть приглашен, как, с кем он будет взаимодействовать, с кем он будет спорить, ссориться, как это вырулится на какую тему и так далее. Это всегда было оправданно, понимаешь? Так и здесь, когда есть сайт Гордон, также абсолютно вот все, кто приходит из журналистов к нам работать, я всем говорю о том, что смотрите, здесь не будет черных списков или белых списков, про кого можно, про кого нельзя, и это правда. То есть вы здесь работаете на журналистику, на свое имя, то есть на самом деле это счастье. немногие издания могут себе это позволить, потому что им банально нужно выживать, понимаешь? Потому что чтобы издание функционировало, нужно платить как минимум зарплату коллективу, то есть, ну, чтобы это было не просто зарабатывать на этом, а хотя бы вот твоя миссия, ну, ты же должен оплачивать коллектив журналистский. Олесичка, две секунды, у нас ровно через одну минуту, давай перезапустимся, этот сохраним эфир и еще раз выйдем, чтобы продлить, еще немножко поговорим, несколько десятков минут, хорошо? Давай, давай.